Привет! Это что-то не так. Тема сегодняшнего выпуска посвящена разговорам. Да, не переговорам, вы не ослышались, а именно разговорам. Я могу заблуждаться, но мне кажется, что лексикон среднестатистического человека неуклонно снижается. То количество слов, которые мы используем в обиходе. Это не значит, что человек их не знает. Нет, он, возможно, их знает и догадывается. Он может прочитать это глазами, но он не использует этого речи. Не будет его использовать. Просто в силу... 5-7 тысяч слов использует современный человек, а в русском языке тут очень разные подсчёты, но не менее 300 тысяч слов. При этом американские исследователи, которые научили обезьян общаться между собой, они используют 2000 пиктограмм. То есть практически полчеловека для того, чтобы обезьяны могли всецело разъясняться, и это очень комфортно. Как решать эту проблему? Расширять свой словарный запас? И тут помогают книги. Книги не помогают. Мой миф сейчас разрушили, мой миф, потому что я искренне верил в то, что... Нет, нет, нет. Как находить нужные слова, и нужно ли расширять тогда свой словарный запас, и можно ли его вообще расширить? Как улучшить свою спортивную форму? Надо идти в фитнес-клуб, или брать тренера, или каждое утро делать гимнастику, но каждое утро фитнес-клуб регулярно, и тренера регулярно. Вы много говорите, вы любите говорить, вы с детства говорите, и у вас словарный запас, ну, я могу как-то примерно определить, где-то 25-30 тысяч слов, то есть очень хороший, очень хороший. Поэтому вы мучаетесь в поисках слова филигранной, потому что вы хотите найти не первое слово, первый фисташтамп, не второе слово, а третье слово. А так как у нас в русском языке можно сказать, можно сказануть, можно высказаться, можно рассказать и так далее, да, то у нас очень большой запас слов. И, конечно, люди, люди замирают, потому что мы носители русского языка, никогда перед тобой человек в хорошем смысле слова болтун, в хорошем смысле слова краснобай, краснобай – это значит красиво говорить, да. Люди замирают, потому что они перед собой видят, ну, вроде как, ты тоже на русском языке разговариваешь, но не так. То есть это, конечно, некий дар, талант, который развивается через разговоры. Я просто очень много в жизни говорила, выступала, готовилась. Когда готовишься – это да, когда читаешь книгу – нет. Читаешь книгу – это пассивно. Когда готовишь доклад выступления, подводку к сюжету, ты слова подбираешь, выбираешь. Поэтому своим ученикам из бизнеса, которые хотят иметь другой язык, расширить границы, я предлагаю всегда вместе с детьми, дети очень это любят, и детям это очень полезно, играть в литературную игру, знаешь, когда из одного слова много слов, а еще очень хорошо изложение. Это же ведь выигрывает не тот, кто прочитает рассказ, а тот, кто его перескажет. У нас, например, в семье у нас не было просто чтения сказки. У нас было чтение сказки и обсуждение сказки. Обязательно. Потому что ребенок должен говорить, обсуждать, отвечать на вопросы, участвовать в этом. Поэтому вот игры со словами, безусловно. И, конечно, стихи. Стихи наизусть. Афоризмы наизусть. То, что лежит в активной памяти, и то, что вы можете вынуть оттуда и процитировать, вот эти слова, они будут работать вживую. Есть папочка «Спам», и есть папочка «Активная». Вот надо из спама, мы много слов, но мы их не употребляем, из спама забирать сюда. И, конечно, писать, готовиться к выступлениям, искать. И я, когда просто говорю своим бизнесовым людям, держите словарь синонимов, и когда готовитесь к презентации, старайтесь заменить знакомые слова на какие-то другие. И ищите через… хотя бы вот делайте себе вот эти вот, расширяйте, расширяйте. Потому что одни и те же слова, они не работают. Мы вроде как разговариваем, вроде как говорим, но мы не говорим, и мы не разговариваем, потому что другой человек не слышит. Потому что это всё ла-ла-ла, бла-бла-бла. А ваши книги? Да. Я хочу спросить, с чего начать каждому? Если человек ещё ни разу не читал ваши книги. Мы так часто такой вопрос задают. И здесь просто очень любопытно, потому что их у вас много. Что касается моих советов, в зависимости от того, какая у человека беда, проблема, забота, мысль сейчас гнобит его, если сложные отношения с мамой, конечно, вы и ваша мама. А если это выступление на публике, то это, конечно, я говорю, меня слушают лучше всего, с него начинает такой базовый учебник. А потом уже вам слово. А если это коммуникация, то вот сейчас у меня выйдет гений общения. Или там со мной хотят общаться, или правила дела общения. Они все разные. И, конечно, я рада очень успеху нашей серии со Светланой Иконниковой для подростков, потому что их читают взрослые люди все тоже. И если вот меня спросите за 20-й год, какая книга на первом месте по популярности, ну, никогда, я никогда бы не поверила. Но я думала, вы и ваша мама, она бессендер, да? Да, я тоже так думала. Или семья, что надо. Нет. Это четко пандемия сработала на выбор читателей. Правила общения с детьми. Дети оказались дома, и правила общения с детьми вышла просто на колоссальный уровень. Она маленькая, ее не страшно читать, она дешевая, ее можно купить. Вот правила общения с детьми 12 может, 12 нельзя, 12 надо. Это вот абсолютно сейчас бессендер был 20-го года. А рядом звезда соцсетей, потому что она нравится очень детям. Ну, там вся эта серия нравится, она красочная, чтобы дать детям чем-то читать, чему-то там учиться. Вот. Ну, и, естественно, все эти книжки рядом. Я вообще-то, на самом деле, горжусь тем, что они все пересдаются в хороших издательствах. Они не приносят, как вы знаете, никаких денег. Но они приносят такое, прежде всего, продвижение мне самой. Когда пишешь книгу, ты как раз и структурируешь мысли. Ты как раз и подбираешь нужные фразы. А потом они приходят в тренинги. Древние говорили, хочешь что-то понять, напиши книгу. Вот. Для меня это прямо точно ответ на вопрос. И, конечно, они все любимые, как дети. Это над каждой работаешь, в каждую вкладываешься. На ваш взгляд, в чем успех хорошей семьи? Плохое, наверное, слово «успех», примитивное к семье. Но все равно по-другому просто это не спросишь. Ну, я нашла это определение тоже. Вот искала слова. Вот ищите слова. Когда вам хочется что-то обдумать, ищите слова, подбирайте их. Можно даже писать на бумаге, вычеркивать. Хорошая семья – это группа поддержки. Группа поддержки. Всегда. И если вы чувствуете свою семью как группу поддержки, то у вас все в порядке. Если вы чувствуете свою семью как непрерывное поле для битвы, то это совсем в порядке. Она такой и будет. Да. Поэтому в любых ситуациях, в любых, даже когда ребенок там совершил какой-то, все мы совершали какой-то не тот поступок. Не дай бог, ну, такое бывает, украл булочку в магазине или там, я не знаю, а кого-то обидел, кого-то стукнул. Отделяйте поступок от ребенка. Поддерживайте ребенка. И обсуждайте поступок. И, кстати, очень полезно сказать, что у вас в детстве тоже не все было гладко. Поэтому настоящая семья – это там, где тебя всегда примут и поддержат. Всегда. Всегда. И в горе и в радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова